Мальчишки и девчонки, а также их родители на открытие досуговой площадки на базе 24-й школы пришли все. Им преподаватели, тренеры и аниматоры наглядно продемонстрировали, чем сможет заняться летом детвора. Ушу, футбол, баскетбол, скиппинг. Вот даже глава Сочи Анатолий Пахомов, посмотрев презентацию, взял в руки скакалку. Но самое главное отмечает мэр, чтобы заинтересовались ребята. Задача ваша, как инициатора, ответственного за эту площадку, это создать такое, чтобы наши аниматоры прозванивали по деткам, прозванивали по родителям, говорили им, что приходите на нашу площадку. То есть каким-то образом мотивировали, чтобы на самом деле работа была плодотворной. Мотивация будет обязательно, Антон Николаевич, это будут и призы, и подарки. Так что дети будут с удовольствием приходить на эту площадку, потому что они будут знать, что здесь они найдут действительно то, что они должны летом делать. В хорошую погоду заниматься спортом. Досуговые площадки в Сочи были организованы по инициативе и на средства членов партии «Единая Россия». Они же будут контролировать их работу. За это, к примеру, отвечает депутат городского собрания Степан Кагасян. На открытии спортивного городка, как и обещал, народный избранник подарил ребятам инвентарь для уличного баскетбола. Ученица 24-й школы Екатерина Мусиенко ждет с нетерпением, когда сможет освоить новый для себя вид спорта. Соревнования дают возможность развивать спорт. Это возможность всем детям попробовать себя в разных видах. И помогает поднять настроение, поддерживать себя в хорошей форме. Но не только спортом предложат заняться этим летом детворе. Вот, к примеру, на детской площадке на улице Горького, 87, открыт целый городок мастеров. Здесь ребят учат лепить из теста, рисовать и мастерить цветочные композиции с бумаги. Студентка третьего курса Сочинского института моды, бизнеса и права Ева Садовская сейчас проходит педагогическую практику. А заодно помогает ребятам открыть дизайнерский талант. Мы заранее с девочками, с аниматорами подготовили заготовки для того, чтобы научить детей делать самостоятельно цветы из бумаги. Можно делать просто как аппликации, можно делать на палочке. И дети подходят, говорят, что хотят для своих родителей сделать, для мам, для пап, для сестер. Всем нравится. А еще игры и концертные программы. Все это будет на сочинских площадках этим летом. Они, к слову, будут работать шесть дней в неделю, кроме воскресенья, с 17 до 20 часов. Вход свободный. Досугом детей занимаются специалисты сразу четырех управлений городской администрации. Образование, молодежные политики, культуры, а также департамент спорта. К слову, не только члены партии «Единая Россия», сотрудники администрации и родители работают над тем, чтобы это лето сделало для детей интересным. К общему делу подключились и сотрудники УВД города. Их вклад в безопасность. За каждой такой площадкой закреплен сотрудник полиции, инспектор по делам несовершеннолетних. Кроме этого, вся эта территория прошла проверки на предмет антитеррористической безопасности. И, кроме этого, маршруты патрулирования наружных нарядах максимально приближены к данным объектам. Всего этим летом в Сочи будут работать 145 пришкольных и придомовых площадок досуга. Дети могут быть уверены, скучно не будет, а родители спокойны. Их чадо при деле и под присмотром. Глина Овсицная, телекомпания ФКТ.